От пациентки, обследовали мскада органов грудной клетки. С 40 лет наблюдается кашель, диагноз бронхит. Месяц назад делали флюорографию, результатов никаких не выявлено. Находилась в санатории и решила сделать мскада. Результаты обследования прилагаются. Самочувствие хорошее, никаких симптомов онкологии либо каких-то сторонних не наблюдается. Результаты просьба отправить на электронную почту. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациентки 66 лет. Дата исследования. 23 марта 2020 года. Область исследования. Органы грудной клетки. Контрастное усиление. Не проводилось. При мультиспиральной компьютерной томографии, с использованием реконструкции в сагитальной, аксиальной и фронтальных плоскостях, построением трехмерной реконструкции органов грудной клетки, по всем сегментам легких, в равной степени в верхушечных и базальных сегментах. Выявлены множественные больше, чем больше, чем 10 однотипных гематогенных очагов, средним диаметром 4-6-7 мм, на тевной плотности до плюс 10-30 Хаунсфилда. Тенденции к слиянию очагов нет, окружающая легочная ткань интактна. По нижней поверхности С3 определяется зона тракционных бронхоэктазов, размером 67 на 37 на 17 мм. Легкие расправлены. Пневматизация легочной неравномерна. За отдельных участках повышена за счет интерстициального компонента до плюс 770 Хаунсфилда. Преимущественно в базальных сегментах понижена до минус 935 Хаунсфилда за счет явлений центрилобулярной эмфиземы. Ход и проходимость трахеи главных и долевых сегментарных бронхов не нарушены. Стенки трахеи бронхов уплотнены. Средостение не смещено и не расширено, новообразований в нем не визуализируется. Внутри грудные лимфатические узлы не увеличены обычной формы и структуры. Визуализируется единичный лимфоузел в аортопульмональном окне размером до 13 на 8 мм. Жидкости в плевральных полостях не выявлено. Костных, травматических и деструктивных изменений не определяется. По задней поверхности TH6-7 определяется остеофит до 4 мм. С агитальным размером позвоночного канала на этом уровне 11 мм. Сердце без особенностей – аорта. По наружному контуру дуги – аорты. Массивное напластование кальция 24 на 10 на 8 мм. Плотностью до плюс 1540 хаунсфилда. Диаметр легочных артерий в пределах возрастной нормы. Подмышечные лимфатические узлы не увеличены. Заключение. КТ-картина очагового, секундарного. Поражение легких. КТ-признаки ХОПЛ. Тенденция к формированию вторичного стеноза позвоночного канала на уровне TH6-7. Атеросклероз аорты. Рекомендована консультация онколога-нейрохирурга. Ассистент кафедры КМН. Котов Максим Анатольевич. Комментарии врача-рентгенолога. В легких у вас есть множественные мехкотканные очаги, которые в первую очередь похожи на метастазы. Надо обратиться к онкологу, да обследоваться чаще всего это ФСС, КТ брюшной полости с контрастом, МРТ малого таза с контрастом, консультация гинеколога, МРТ головного мозга. По поводу легких, у вас ХОПЛ, хроническая обструктивная болезнь легких, с этим после решения вопроса с очагами в легких. Нужно будет обратиться к пульмонологу, проверить функцию внешнего дыхания. Ваше КТ описывал врач, который знает классический рентген, но не КТ. По возможности покажите ему мое заключение для опыта учебы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова